здравствуйте друзья с вами я александр сегодня будем знакомиться со смартфоном от компании tecna common 18p скорость с которой выпускают смартфоны компания впечатляет еще летом был 17 пи и вот уже 18 пи однако некоторый прогресс наблюдается то есть смартфоны становится в общем-то интересней лучше посмотрим насколько этот аппарат отличается от предшественника так у меня значит 8 128 гигабайт версии керамик white цвет и что у нас тут значится 48 мегапиксельная основная камера and stay steady видео камера 50 миллиметровый про портрет камера то есть отдельный портретный модуль есть 6 8 экран full hd 120 герц мое почтение helio g96 память мы уже посмотрели и 33 ватная зарядка для пяти тысячной батареи фронталка вот здесь значится 16 мегапиксельная с двойной вспышкой фронталка прикольно давай смотреть предшественник 17 пи был неплохим аппаратом на особо впечатления на меня честно скажу не произвел давайте посмотрим что тут у нас в комплекте комплект должен быть жирненький так информация о декларации соответствия различных документов импортер так это гарантия 13-ти месячная есть у нас пленочка и бампер бампер силиконовый такой симпатичный достаточно пленка на экран зарядка крупная но здесь наверное нас кабель спрятался до нужна скрепочка посмотрим сразу как у нас с разъемом для sim карт дело обстоит сам аппарат симпатичный довольно таки цвет белый давайте все это дело снимаем парад крупный компании довольно внушительных размеров смартфоны так матовый приятный цвет задней крышки белый очень классное покрытие здесь вот ставочка глянцевая логотипчик не крупно совсем написано здесь но и очень напоминает что он правильно очень напоминает по оформлению смартфоны и и смартфоны опа 30x очевидно цифровой зум 4 светодиода вспышки те самые модули так сканер отпечатка пальца и кнопка включения на совмещены есть некоторые люфтец довольно таки ощутимо если можете видеть качелька громкости нормально вот этот боковая рамка ну такое как-то она немножко аляписта выглядит ну ладно разберемся не будем придираться к мелочам под хром рамочка лоток не хочет выниматься почему-то алё дружище выходе оба а здесь у нас что здесь у нас сим-карта а нет в руку у нас две сим-карты не первый раз вижу такой лоток вот они две симки да получается и карта памяти классная кстати компоновка смотрите 1 симка 2 симка и карта памяти да да вроде так и есть резинка обратите внимание на лотке классно значит защита от брызг хотя бы присутствует так снизу у нас кстати сверху сверху ничего нет микрофон один в аппарате снизу три с половиной миллиметра микрофон основной избитой все и решетка динамика мультимедийного тоже по моему единственно в этом аппарате потому что стерео в нем нету ничего не скажешь а его братьки можно сказать о родном по холдингу transition in фениксе тому и фениксов почему-то стереозвук даже в аппаратах за 10 тысяч нынче есть здесь не завезли но выглядит зачетным сейчас я его протестирую и во второй части это видео вам уже о нем расскажу подробно итак друзья пообщался с аппаратом пару дней сегодня кстати у нас 31 декабря поэтому я постараюсь быть максимально коротким и лаконичным по конструкции по корпусу точнее по сборке никаких вопросов у меня пока не возникло скрипов люфтов нету подобно все хорошо материалы приятные впрочем будем разбирать аппарат и оценивать еще его сборку и качество материалов изнутри сделаем это как раз на зимних каникулах далее экран разрешение экрана у нас full hd плюс диагональ 6,8 дюйма плотность пикселей 396 ппи частота поддерживается 60 90 и 120 у экрана очень хороший цветопередача углы обзора также близки к максимальным яркость высокая я думаю будет достаточно на солнце такой яркости видите даже пересвет некоторый вот если здесь посмотреть пересвечена но опять сосредоточена вся регулировка практически в последних десяти процентах это мне не очень нравится и у смартфонов техно infinix это в общем-то встречается очень часто мультитач 5 касаний работает корректно пока вопросов не возникло чип установлен от компании медиатек helio g96 12 на метров 8 ядер графика малей g57 mc2 отличается он от своего предшественника g95 чуть более слабым графическим ядром зато завезли поддержку bluetooth 52 камера доставать мегапикселей тех самых 120 герц память в аппарате используется lpd 4x скорость копирования более 21 гигабайта в секунду накопитель стандарта ufs 2 1 судя по скорости на 128 гигабайт результат гигбенч вполне типичный в общем то мы совсем недавно рассматривали релми 8 и на этом процессоре там не подробно ним рассказывал ну и в обзоре расскажу как он ведет себя в играх в пока сделал тротик тест ничего критичного падение производительстве некоторые есть но для этого теста вполне небольшое в общем чип неплохой на нем все работает достаточно шустро особенно это оболочка датчики в смартфоне установлены количеством 22 штуки есть магнитный акселерометр гироскоп аппаратный и датчики освещения приближения которые работают корректно поскольку они инфракрасные приемник передатчик пара и вот в любом положении они срабатывают без проблем вот таким вот образом батареи в смартфоне установлены емкостью 5000 миллиампер час есть быстрая зарядка до 33 ватт пока я успел сделать один тест это youtube 1080 60 кадров в секунду и аппарат поработал почти 15 часов 4 часов 44 минуты что является очень хорошим результатом для ps экрана и разрешение full hd навигация в смартфоне установлен на диапазонный приемник есть у нас gps глонас байду и галилео спутники холодный запуск с балкона отлично все зацепилось сразу и позиционирование порядка 5-7 метров показывает аппарат взрослому полному обзору естественно будет более подробное тестирование далее по оболочке здесь установлен 11 android и фирменная оболочка х с версии 8 она обновилась стала краше как говорится помним да где мы видели такую шторку но изначально это естественно яблочные продукты у сяоми такая же шторка сейчас а вот и х с в общем-то туда же не вижу ничего интересного в этом копировании конечно но оболочка в целом приятная работает быстро по настройкам бегала сим-карты мобильные сети есть вилки в его вай фай выбор автоматический ручной типа сети скорости кстати который демонстрирует аппарат на подключение 4g довольно внушительные максимально у меня получилось 101 мегабит в секунду что очень хорошо для подобного устройства вай фай в смартфоне имеет два диапазона 2 и 4 и 5 гигагерц работает все корректно скорости на 2 и 4 и на 5 гигагерц в общем-то как обычно должны быть для этого типа подключения bluetooth как я уже сказал версии 52 и есть поддержка кодека и и си . доступа модем в других подключениях у нас есть все эти джи подключаемая есть также на все бесконтактная плата и android авто яркость экрана здесь у нас частота регулировки обновления 120 60 либо авто кстати в некоторых приложениях например в браузере chrome как вот видите да есть в некоторых 60 случаях почему-то а в некоторых аппарат показывает 90 то есть далеко не везде даже в хроме работает 120 герц и это странно в полном обзоре разберем чуть более подробно эту тему звуки вибрации регулировка есть отдельная для всего рингтонов мультимеди голосовые вызовы это приятно улучшение звука вот это лучше сразу отключать разблокировка по сканер отпечатка пальца и лицу работает хорошо в принципе все пункты остались те же самые в оболочке просто ее немного причесали на мой взгляд ну и не все так скажем детские болезни которые у нее были исправили вот в частности отображение старых приложений на весь экран возможность растянуть их нету а также нет возможности скрытия выреза но спасает ее то что она работает очень шустро как всегда и это прям отлично по голосовым вызовам тоже пока никаких проблем не возникло правда с аппаратом я еще не ходил так сделал несколько звонков тестовых принципе все нормально достойное качество динамика хорошая его запас его громкости микрофон также разборчивый пока вопросов к нему нету следующий пункт это мультимедиа давайте посмотрим как у нас работает один-единственный к сожалению динамик кстати система очень хорошо работает с памятью вот youtube я открывал наверное час назад примерно даже больше и он висит в памяти этом же месте это радует в общем динамик один в режиме мультимедиа громкость его не сильно высокая для звонков он пойдет без проблем а вот музыку послушать ну низов ему не хватает хотя в целом у него неплохая частотная характеристика нет никаких искажений ну конечно почему не сделать стерео было как например у infinix как я уже вначале говорил я не очень понимаю звук в наушниках по три с половиной пока не тестировал по bluetooth проверил звук хороший даже несмотря что кодек только и сиск с моими кейз этими звучит отлично по bluetooth из других мультимедийных возможностей у нас есть fm-радио диктофон естественно запись с экрана а также есть запись разговоров с линии вот она без всяких предупреждений можно настроить в автоматическом режиме но и заключение по камере смартфона модуль главный у нас установлен от samsung это в общем-то трехлетний уже gm1 48 либо 12 мегапикселей с диафрагмой 1 и 8 снимки получаются достаточно хорошим как в помещении так и на улице следующий модуль это портретный 13 мегапиксельный samsung s5k 3l 6 теле ну он формально телефото потому что он на двукратное увеличение относительно основного предоставляет но здесь он позиционируется как портретник 13 мегапиксельный с фокусным расстоянием эквивалентным 50 миллиметров и диафрагмы 225 фотографии в помещении с него получаются крайне посредственные на улице более или менее приличные но как мне кажется четкости тоже не хватает но и последний модуль это 2 мегапиксельный galaxy core gc 02 м 1 бит для размытия заднего фона то есть эффекта бака глубина резкости видеоаппарат умеет писать на основную камеру до 2к разрешения но стабилизация есть только в 10 80 30 кадров здесь 8 и 60 кадров также нету качество видео на мой взгляд средняя стабилизация заметно подмыливает даже днем и естественно кропит кадр качество записи видео смартфон так на common 18 и 1080 30 кадров больше аппарат не умеет 60 я не нашел фокус отлично работает прекрасного фокусировка стабилизации только принудительно включается вот сейчас я включил стабилизацию принудительную и работает она отлично но при этом конечно же при этом конечно же идет хрупко звук стать аппарат пишет моно просто него один микрофон фронтальная камера установлена здесь на 16 мегапикселей это у нас хайник 1631 q с диафрагмой 225 фотографии с этого модуля получаются немного странные во первых многовато шарпа в обработке а во вторых сваливается в сиреневый оттенок лицо в частности умеет программно-портретный режим но размывает фон вместе с объектом часть волос в частности у меня как видите на фотографии подразмыто видео также умеет писать до 2к и точно также 1080 из кадров со стабилизацией выглядит видео прямо скажем с фронталки мыльного там звук стать аппарат пишет везде двойное моно фронтальная камера тоже видео 1080 30 кадров тоже став включается принудительно что там на видео как это мыльного то есть запись конечно в 2к ну я не думаю что будет что-то лучше 2к и тут уже стабилизация не работает но потом посмотрю лучше или нет фотографии в ночном режиме в режиме авто получаются довольно неплохие хорошая резкость приличная детализация баланс белого благодаря тому что у меня повесили теперь светодиодные фонари прям таки прекрасный а вот переключение ночного режима поднимается экспозиция вытягиваются тени но вместе с тем теряется резкость все становится подразмытое в частности номера машин видео аппарат в вечернее время пишет посредственно падает частота кадров не при недостаточном освещении ну вот до 20 путешественника его 17 пи была такая же болячка и и похоже не поправили записи видео вечернее время смартфон кама 1080 30 кадров в секунду запотевает линзы что ли в общем и целом фото возможности основного модуля хорошие видео возможности средние фронтальная камера своеобразная ну и вот этот телефото на мой взгляд очень мыльный с ним надо что-то срочно делать я надеюсь что с обновлениями это все поправят ну в общем то и все пока по смартфону будем наверно делать у него взрослый обзор там разберемся уже с ним более детально но сегодня друзья 31 декабря и я конечно же всех вас поздравляю с наступающим новым годом желаю здоровья счастья удачи надеюсь что новый год будет если не лучше ну хотя бы не хуже предыдущего но самое главное оставайтесь с нами в новом году я надеюсь будет много интересных видео много интересных гаджетов о которых я смогу вам рассказать на этом все друзья до новых встреч